всем привет готовлю ужин поставила вот отваривать рис промыла его хорошенечко залила большим количеством воды я его буду потом еще раз промывать сливать и подсолила немножечко так варим тем временем буду подготавливать основной продукт готовлю я сегодня ленивые голубцы у меня вот такой вот фарш здесь у меня где-то грамм 600 луковица которую я сейчас мелко порежу и китайская капуста я ее перережу пополам и потом мелко нашинкую мельче чем на салат ну вот к фаршу я добавила уже мелко нарезанный лук по желанию можно лук предварительно слегка обжарить до прозрачности вместе с морковкой но я этого не делаю я стараюсь я неоднократно говорила в своих видео как можно меньше жарить то есть вот свежий мелко нарезанный лук специи я сюда добавила специи у меня карри черный перец паприка и тмин ну и конечно же соль и я добавила уже немножко сухого чеснока теперь я добавлю сюда еще где-то полстакана воды я добавляю просто из крана вы можете добавить кипяченой воды но примерно такой комнатной температуры не холодная не теплая и вымешаю вот этот фарш хорошо вы можете лук обжарить с морковкой например так что вымешиваем а рис у нас варится уже закипел еще пару минут так и он будет готов и я потом его промоем капуста обычно я отрезаю вот эту верхнюю часть из нее готовлю голубцы листики такие молоденькие тоненькие а вторая часть идет на салат теперь я отрежу точно так же только я вот пошинкую эту верхнюю часть и добавлю ее к фаршу капусту пошинковала видите вот так пошинкована моя капуста и теперь я ее буду добавлять фарш и перемешивать ну вот рис тем временем уже готов приготовился но главное его не переварить такого для состояния al dente я его вот уже промыла остудила и сейчас добавляю к фаршу перед тем как смешивать лишь с фаршем вот я выложила рис на фарш и добавила немножечко соевого соуса но здесь у меня ложка где-то ну вот сформировала вот такие видите форме котлет и они такие достаточно большие видите котлетки и выложила их на противень предварительно смазанный маслом есть любители сначала слегка обжарить на сковородке эти котлеты но я не буду ничего обжаривать я оставлю их вот так в духовку можно чтобы корочка была такая зажаристая смазать их маслом вот и сверху ставим в духовку на 180 градусов пока мои голубцы стоят уже в духовке отправляю их туда минут на десять а пока я готовлю соус или подливку вот можно взять томатный сок вот у меня есть остатки это даже не томатный это овощной сок есть у меня вот такое томатная вот помидора суга вот густенькая такое она уже там с травками приправками можно взять сметану у меня сегодня сливки слахрум вот такой ну и соль специи больше никакие добавлять не буду потому что специи у меня достаточно в самих голубцах и сейчас вот можно смешать можно взять вот это суга смешать напополам со сливками или сметаной посолить добавить еще где-то одну треть воды и залить этим наши голубцы у меня здесь есть остатки сока поэтому я вот разбавлю это соком а не водой вот у меня здесь где-то 4 ложки суга я вот посолила сейчас добавлю сливки перемешаю и затем томатный сок перемешиваем на соль обязательно попробуйте оно должно быть не пересолено но и недосолено вы знаете недосоленная еда очень часто теряет во вкусе сюда можно также добавить чайную ложечку сахара вы знаете со где соль там и сахар где сахар там и соль но только здесь преобладает конечно соль но так как у нас томаты да то немножко сахара можно добавить если у вас нет ни суга ни томатного сока можно просто томатную пасту разбавить водой вот и сливками или сметаной можно заменить кетчупом можно взять допустим 150 грамм кетчупа 150 грамм сметаны так вот уже добавила и томатный сок можно сюда добавить еще немножко чесночка тоже будет очень вкусно свежего или сухого чеснока базилик тоже орегано вот это тоже можно добавить собственно все то что вы не мои голубчики и сейчас вот сюда видите вот как они уже и сок пустили и много сока и сейчас сюда я вот этот соус эту подливку сверху залью ну вот и отправляем снова в духовку я думаю еще минут на 20-25 кто-то может меня спросить что-то маловато у вас получилось из из 600 грамм фарша ну вот она у меня вторая часть но эти я хочу приготовить завтра вот у меня остались и здесь я сделала три штучки без капусты потому что у меня дочка не любит с капустой так что все на месте все на месте вот такая красота у нас получилось вот такие ленивые голубцы ну что попробуем что же у нас получилось вот так выглядит внутри хочу вот кусочек все вы сам попробовать обалденно вкусно у меня кстати фарш был 50 на 50 свинина с говядиной конечно если одна говядина немножко жестковато а со свининкой вкуснятина а здесь у меня такие прянички картошка такая типа дырунов до на крупную терку и я просто вот туда тоже лук специи и обжарила очень вкусно у меня дочки очень нравятся такие ой так что приятного мне аппетита ну конечно же всем кто кушает приятного аппетита люблю голубцы из китайской капусты кстати и вот и совойской мне тоже очень понравились и вот ленивая конечно же тоже очень вкусно и кто их назвал ленивыми не такие уж они ленивые но конечно меньше заморочки это правда вкуснятина я довольна